Ну хорошо, итак, мы с вами сегодня продолжим знакомиться с произведением Саади Гаона «Книга верования и мнений». Еще раз подчеркну, почему, собственно говоря, это важно. Эта книга является в каком-то смысле базовой для еврейской мысли средневековой, потому что Саадия, собственно говоря, является лидером поколения. Он совершает переворот в еврейской культуре, который ведет к проникновению в нее культуры арабской, то бишь на самом деле греческой, просто обработанной уже в исламской культуре. И закладывает в каком-то смысле основы такого теологического, что ли, дискурса, который среднего века, ну, по крайней мере, до Маймонида, а может быть и после Маймонида, являлся более-менее основным, и который со временем стал считаться, собственно говоря, традиционным иудаизмом. То есть это в каком-то смысле мы можем сказать, что иудаизм меняет свое лицо. Он менял его, может быть, постепенно, и были разные тенденции, в том числе в изучении, например, Талмуда, когда Талмуд был завершен, и в появлении авторов, которые писали свои, например, аллахические монографии. То есть рационалистический крен, в общем-то, начиная где-то с VIII века в еврейской культуре существовал. Но, тем не менее, можно сказать, что вот это изменение облика или лица еврейской культуры или иудаизма, конечно, несмотря на постепенность, оказалось достаточно резким, но не встретило, как я уже говорил, сопротивления. Это по поводу того, почему мы, собственно говоря, читаем Саадью. Теперь по поводу того, почему мы читаем. В принципе, можно было бы не читать. Можно было просто рассказать об основных идеях Саадии и на этом как бы закончить. Но изначально вот этот курс был как раз задуман, он поэтому называется «Авторы и их тексты». Он был задуман как не только рассказ о еврейской мысли, но и некоторое более глубокое знакомство с ней, в частности, знакомство с текстами. Я уже говорил, собственно говоря, в самом начале этого курса, что, на мой взгляд, не только на мой взгляд, в принципе, история мысли, рассказанная, так сказать, без текстов. По сути дела, в этом есть, конечно, какой-то смысл, и, наверное, можно какую-то себе составить картину, какое-то представление, но на самом деле эта картина всегда будет искаженной и неполной, и неглубокой, и быстро забывающейся, если не знакомиться, собственно говоря, с самими текстами, в которых те или иные идеи выражаются, воплощаются, потому что зачастую стиль, если мы с этим тоже столкнемся, стиль или способ говорения, он оказывается иногда важнее, может быть, чем сами идеи. Сами идеи могут быть похожи или одинаковые даже, на первый взгляд, когда их схематично излагаешь, а приближаясь, так сказать, к текстам, мы можем увидеть, что на самом деле они имеют совершенно разную природу. Поэтому мы на этом курсе читаем, и сегодня мы продолжим это делать. Мы начали читать предисловия Саади Гаона к его книге «Верование и мнение». Я сейчас поделюсь с вами экранами, мы продолжим это чтение, но прежде я, наверное, напомню картинку такую, да, из книги «Верование и мнение», которые будут связаны с такими основополагающими концепциями Саади. И двинемся дальше. У нас еще есть немало переведенных на русский язык авторов. Двинемся дальше. Ну, хорошо, до следующего четверга. Спасибо. Спасибо, Амба. Пожалуйста, счастливо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Продолжение следует...